Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про лечение ожирения и обсудим наиболее эффективные препараты для лечения ожирения. Если рассматривать современные реалии, то часть препаратов пропадают из наших аптек. Сегодня мы обсудим, какие препараты для лечения ожирения имеются в списке разрешенных, что действительно есть в наших аптеках и какие преимущества и недостатки у имеющихся на сегодняшний день препаратов. Начнем мы с вами с обсуждения, какие же препараты для лечения ожирения используются на сегодняшний день. Начинаем с препаратов центрального действия, обсудим их плюсы и минусы и, собственно, как же мы их можем применять для активного снижения веса. Что такое препараты центрального действия? Препараты центрального действия это те препараты, которые снижают чувство голода, повышают термогенез, повышают теплообмен, то есть мы меньше хотим есть, мы потребляем меньше калорий и при этом у нас повышается расход калорий даже в покое за счет повышения термогенеза. Какие преимущества у препаратов центрального действия? Первое, это наличие во всех аптеках. Данные препараты производятся в нашей стране, соответственно, они имеются в любой аптеке на всей территории нашей страны. Второе, данные препараты улучшают эмоциональный фон, то есть у нас лучшее настроение, у нас больше энергии, и нам легко соблюдать диету. Кроме того, препараты центрального действия оказывают положительный эффект на память, на скорость мышленде и на внимание, то есть нам легко как работать, так и усваивать новую информацию, учиться. Препараты центрального действия очень легко применять, то есть они принимаются один раз в день утром, и у них минимальное влияние на желудочно-кишечный тракт, что также очень-очень удобно пациентам, то есть никакой тошноты, никакого жидкого стула, и большой плюс в том, что на фоне препаратов центрального действия за счет повышения энергообмена мы легче переносим физнагрузки, то есть нам легко выводить тренировки. Однако у любой группы препаратов есть не только плюсы, но также и минусы. Какие минусы у препаратов центрального действия? Первый минус это повышение термогенеза. Да, с одной стороны мы тратим больше энергии, даже в покое, даже во время сна, но с другой стороны очень часто встречается потливость. Если в холодное время года, весна, зима, осень, повышение термогенеза нам комфортно, то есть мы легче одеваемся, мы не мерзнем на улице, это здорово, то в летнее время года повышение термогенеза может давать дискомфорт в виде потливости. Это неприятно. Второй минус препаратов центрального действия это их влияние на пульс и давление. То есть у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в декомпенсированном состоянии препараты центрального действия могут повышать пульс и давление. И именно поэтому часто к препаратам центрального действия мы добавляем препараты для нормализации пульса, для стабилизации давления. Ну и третий большой минус это ограничение в применении. То есть препараты центрального действия могут применяться до года. То есть если у человека небольшой избыточный вес, к примеру 15, 20, 30 кг, то да, мы за год этот вес снизили, препарат убрали, все прекрасно. Если уже у человека большой избыток веса, к примеру масса тела, 150-180 кг, и нам требуется терапия больше чем год, то мы применяем препараты центрального действия в течение года, далее мы делаем перерыв 3-4 месяца, чтобы восстановить чувствительность к препаратам, то есть чтобы снова человек почувствовал эффект в виде снижения аппетита, в виде улучшения энергообмена. И далее после перерыва мы снова можем вводить данные препараты. Если рассматривать наличие препаратов центрального действия в аптеках, то они есть в любой аптеке. Если рассматривать наиболее доступный препарат, то самый доступный из препаратов центрального действия, это препарат Goldline, Goldline Plus. Препараты центрального действия назначаются врачом. Это сильные лечебные препараты для активного снижения веса, то есть сдали анализы, сходили на консультацию к врачу, и соответственно врач выписывает данные препараты. Следующая группа препаратов, которые применяются для лечения ожирения, это блокаторы липаз. В чем смысл работы блокаторов липаз? Смысл в том, что препараты уменьшают усвоение жиров в кишечнике, то есть снижаются усвоение жиров порядка на 30%, за счет этого у нас уменьшается общая калорийность рациона. В чем преимущество блокаторов липаз? Во-первых, это безопасность. То есть группа блокаторов липаз считается самой безопасной из всех препаратов по снижению веса, потому что эффект только в кишечнике. То есть данные препараты уменьшают усвоение жиров в просвете кишечника и не оказывают системного влияния на организм. То есть препараты блокаторы липаз не влияют ни на нервную систему, ни на сердце и сосуды, то есть никаких системных побочек тут нет. Работа в просвете кишечника. И за счет этого максимально разрешенный диапазон применения. То есть мы блокаторы липаз можем применять и у людей пожилого и старческого возраста, и у людей с патологией сердечно-сосудистой системы, и у всех взрослых людей, и даже у деток. У деток препарат, который зарегистрирован к применению, это препарат листата. Он считается наиболее безопасен, поэтому он разрешен даже с детского возраста. Какие еще плюсы у блокаторов липаз? Конечно же, это возможность применения как курсом, так и разово. То есть так называемый эффект банкетной таблетки, когда мы собираемся на какое-либо мероприятие, где будет много жирной пищи, шашлыки, жирное мясо, майонезные салаты, и мы можем разово перед застольем принимать блокаторы липаз, дабы уменьшить усвоение жиров, дабы застолье никак не отразилось на нашей фигуре. То есть и разовое применение, и курсовое. Кроме того, блокаторы липаз за счет снижения усвоения жиров способствуют снижению уровня холестерина. То есть очень часто блокаторы липаз мы применяем не только в качестве снижения веса, но также и в качестве мягкого снижения уровня холестерина. К примеру, мягкий препарат из этой группы, это листата мини, мы часто назначаем длительным курсом пациентам с целью и снижения холестерина, и поддержания массы тела. Кроме того, если рассматривать блокаторы липаз, то здесь большим плюсом является приемлемая цена и наличие препаратов во всех аптеках. То есть совершенно не проблема их приобрести. Какие минусы? Первый и самый главный минус, это риски развития жидкого стула. Если рассматривать старые препараты из данной группы, то есть арлистат, ксеникал, я думаю, многие из вас пробовали эти препараты, и помните, чуть съели больше жиров, чем рекомендовал врач, у нас быстро развивается жидкий стул, и мы в припрыжку бежим в уборную. То есть старые препараты из группы блокаторов липаз дают сильный слабительный эффект, это арлистат, ксеникал. Людям, у кого выраженные запоры, да, это интересно. У кого нет запоров, конечно же, это неудобно, особенно если работа связана с разъездами, а не с сидением в офисе. Если же рассматривать более современные блокаторы липаз, то это препараты листата и листата мини, они намного комфортнее переносятся желудочно-кишечным трактом. Почему? Потому что в данные препараты введен дополнительный компонент, это гумиарабик. Гумиарабик связывает неусвоенные жировые капли в просвете кишечника, за счет этого он препятствует развитию жидкого стула, то есть на фоне листата и листата мини намного меньше вероятность жидкого стула. Если рассматривать самый мягкий препарат, именно по влиянию на кишечник, то это листата мини. Поэтому те люди, у кого есть склонность к жидкому стулу, из группы блокаторов липаз, самый предпочтительный это листата мини. И блокаторы липаз, они да, они дают мягкий эффект. Для многих это тоже недостаток. Но мы можем понимать, что для кого-то плавное снижение веса это хорошо. Кому хочется более быструю динамику в плане снижения веса, мы можем комбинировать блокаторы липаз с препаратами иных групп, чтобы нам и снижать вес поактивнее, но и плюс за счет блокаторов липаз способствовать снижению холестерина. К примеру, листата плюс голдлайн плюс, либо, к примеру, листата плюс саксен, да если у нас есть выраженная инсулинорезистентность. И именно в комбинации блокаторы липаз дают прекрасный активный эффект по снижению веса. Блокаторы липаз есть во всех аптеках нашей страны, потому что они производятся на территории нашей страны, продаются часто без рецепта, ну то есть препараты мягкие. Назначаются, естественно, как и любая таблетка врачом. Следующая группа препаратов по лечению ожеренья, это инкретиновые препараты. В чем смысл данных препаратов? Данные препараты влияют на углеводный обмен, то есть они дают три главных эффекта. Первый эффект это улучшение чувствительности к инсулину, то есть они выравнивают уровень инсулина. За счет этого второй эффект это стабилизация уровня сахара крови. И третий эффект это влияние на аппетит, то есть у нас снижается чувство голода, преимущественно к жирной и также к сладкой пище. Какие преимущества у группы инкретинов? Первое это положительное влияние на углеводный обмен, то есть препараты инкретинового ряда мы применяем и при диабете, и при снижении веса. Если у человека ожеренье плюс диабет, то инкретины да это хороший вариант. Второй плюс инкретинов это стабильность эмоционального фона, улучшение качества сна. Инкретины часто дают сонливость к вечеру, за счет этого качество сна у нас просто прекрасное. Следующий положительный эффект это влияние на липидный спектр. Ну здесь конечно же отличился препарат Аземпик, то есть у Аземпика прямо в инструкции прописано снижение уровня холестерина, то есть восстановление не только углеводного, но также и липидного, то есть жирового обмена. Если рассматривать минусы, какие минусы у группы инкретинов? Первый классический побочный эффект это тошнота. Причем выраженность тошноты зависит от индивидуальной чувствительности, то есть тут нет прямого дозозависимого эффекта, тут нет прямого влияния от массы тела, то есть к примеру на стройном человеке. Такой эффект настолько выражен, тошнота на полном настолько нет, такого нет, чисто индивидуальная чувствительность, то есть вводим препарат, к примеру, с Аксенду, кого-то будет тошнить очень сильно, то есть человек просто пишет, доктор, я не могу, меня тошнит с утра до вечера. Такое бывает. Кого-то тошнит очень мало, просто человек пишет, да у меня все хорошо, я просто не хочу есть, у меня легкая тошнота к вечеру. То есть выраженность тошноты зависит от чувствительности к компонентам данных препаратов. Второй побочный эффект это сонливость. Преимущественно во вторую половину дня, но сонливость днем тоже может быть. Особенно это выражено на Аземпике, когда человек, например, в течение дня работает, либо едет за рулем, и раз то подкатывает сонливость, то то отступает. Это не мешает вождению транспортного средства, то есть человек не засыпает. Ну вот такое состояние, немножечко сонливость, оно бывает в течение дня. Какие еще минусы? Самый большой минус на сегодняшний день это очень высокая стоимость. То есть препараты инкретины, к сожалению, пропадают из наших аптек. То есть в каких-то регионах они есть, в каких-то их нет от слова совсем. И соответственно цена растет просто с космической скоростью. Если учитывать, что инкретины в плане снижения веса работают мягко, то есть у нас быстрее уходят объемы, чем вес, то есть длительность применения инкретинов, она, да, она долгая. То есть инкретины назначаются на год, на два, на три при снижении веса. Именно длительный курс, чтобы и снизить вес, и восстановить углеводный обмен. То есть мы идем до целевого веса. И так как курс инкретинов, он все-таки длительный, мы понимаем, что это много коробок препаратов. И соответственно стоимость курса лечения может доходить до сотен тысяч рублей. То есть далеко не каждый человек может себе это позволить. Это первый большой минус. И второй большой минус в том, что во многих регионах нашей страны эти препараты просто исчезают. То есть постоянный вопрос от пациентов. Доктор, чем менять? Аземпика, аземпика нет? Аземпика действительно нет практически в нашей стране. Частый вопрос, чем менять виктозу, зачем менять саксэнду? Ну то есть, к сожалению, да, препараты пропадают. И нам приходится пациентов, кто раньше шел на инкретинах, и кто их не может приобрести, либо в случае отсутствия препарата в регионе, либо в случае неадекватной цены, нам приходится пациентов с инкретинов переводить на другие группы препаратов. И вот когда мы рассматриваем возможности перехода, то мы должны учитывать, либо у человека только избыточная масса тела, либо у человека диабет плюс избыточный вес. Если рассматривать только избыточную массу тела, то есть когда инкретины назначались с целью снижения веса, то на что мы можем переводить пациентов? Мы переводим пациентов на другие группы препаратов по снижению веса. Либо это препараты центрального действия, то что мы обсуждали сначала, либо это препараты блокаторы липаз. Если у человека выраженный избыток веса, то мы можем комбинировать две группы препаратов по лечению ожирения. Это препараты центрального действия плюс блокаторы липаз. Классическая комбинация это листата плюс голдлайн плюс. То есть скомбинировали препараты, продолжаем снижать вес. Другой вариант, если у человека избыточный вес и плюс сахарный диабет, то есть в данной ситуации при выходе с инкретинов, мы должны ввести препарат и по снижению сахара, чтобы нам удержать сахар, и по снижению веса. Если рассматривать сахароснижающие препараты, которые максимально эффективны в отношении веса, помимо группы инкретинов, то какие препараты на сегодняшний день дают максимальный эффект по весу? Первое это препараты группы ингибиторов ДПП-4, Галвус Англиза Енувия Тражента. И второе это препараты, которые выводят сахар с мочой. Ингибиторы СГЛТ-2, так называемые почечные препараты, которые снижают и сахар крови, и вес, и артериальное давление. Это препараты Форсига, Инвакана, Джординс. Когда мы подбираем сахароснижающий препарат, то мы, во-первых, конечно же, оцениваем биохимию крови, общий анализ крови, то есть оцениваем функцию внутренних органов, и, во-вторых, мы должны понять, какие жалобы у человека, помимо диабета. То есть, если у человека диабет с повышенным уровнем холестерина, то мы можем с инкретиновых препаратов выйти на комбинацию ингибиторов ДПП-4 плюс блокаторов липаск. К примеру, Янувия плюс Листата. Либо, к примеру, Галвус плюс Листатамини. То есть, подбираем комбинацию. Если же у человека сахарный диабет, избыточный вес и постоянное чувство голода, человек переедает, у него повышается сахар, плюс, когда мы переедаем углеводы, у нас идёт задержка жидкости. Почему? Потому что углеводы, повышение уровня инсулина, инсулин влияет на ренинонгиотензин-альдостероновую систему почек, у нас идёт задержка жидкости. Соответственно, при такой ситуации мы должны, во-первых, ввести препараты, которые снижают сахар, снижают вес и выводят лишнюю воду. Это препараты, которые выводят сахар с мочой, ну, к примеру, там Форсига, либо Инвакана, либо Джординс. И плюс, чтобы снизить этот постоянный голод, мы вводим препараты центрального действия. То есть, к примеру, Голдлайн Плюс. Скомбинировали препараты, снижаем вес, снижаем сахар. Если же говорить про эффективность, то да, для достижения максимальной эффективности мы делаем комбинацию препаратов. Что важно помнить при диабете? Если при сахарном диабете вам назначают не только сахароснижающий препарат, а еще и препарат для снижения веса, то препараты для снижения веса центрального действия могут снижать сахар крови. Это очень важно помнить. Почему? Потому что, когда вы сидите на приеме у врача, вам врач пишет консультативный лист, выписал вам препарат и выписал контроль сахара крови глюкометром, и вы пошли домой. Так вот, вы начинаете принимать препараты центрального действия, а они влияют на сахар. Если человек действительно регулярно измеряет сахар, он видит снижение сахара в крови. Если мы видим, что сахар низковат, мы начинаем уменьшать дозировки сахароснижающих препаратов. Все здорово. А если человек не видит, что сахар низковат, он начинает уходить в гипогликемию, в низкий сахар. В отношении влияния на сахар крови среди препаратов центрального действия было проведено большое исследование по препарату Goldline. Они провели исследование, что у пациентов с сахарным диабетом при снижении массы тела на 10% на фоне препарата Goldline и диеты снижение уровня гликированного составило целых 1,65%. То есть сахар крови снизился порядка на 2-3 ммол на литр. А это много. То есть если у человека был стабильный сахар 7-8, у него сахар снизился 5-6. То есть на фоне применения препаратов центрального действия при сахарном диабете обязательно контролируйте сахар крови. У меня много пациентов с диабетом и 1-го и 2-го типа, с которыми мы вводим препараты по лечению ожирения центрального действия, и мы снижаем дозировки сахароснижающих препаратов. То есть при 2-м типе диабета мы снижаем дозы таблетированных сахароснижающих. При 1-м типе диабета, при котором мы тоже используем препараты центрального действия, мы снижаем дозировки инсулинов. Это норма. То есть при диабете, при снижении веса обязательно контроль уровень сахара крови. То есть что важно понимать? Даже если в нашем арсенале пропала часть препаратов, к сожалению, такое бывает. Да нет препаратов в аптеках. Мы можем корректировать терапию. То есть мы сдаем анализы, мы обращаемся к врачу, и мы замещаем отсутствующие препараты теми препаратами, которые есть на сегодняшний день. И важно понимать, что если один препарат вам не дал желаемый эффект, то вы просто меняете терапию, либо вы выходите на комбинацию препаратов. То есть вы всегда обсуждаете с лечащим врачом максимально эффективную для вас комбинацию из нескольких препаратов по снижению веса, по лечению диабета. И именно на фоне грамотной комбинации препаратов, на фоне грамотной диеты, мы легко и снижаем вес, и снижаем сахар крови. И самое главное, когда мы снизили вес, препараты по лечению ожирения мы убираем, мы сохраняем режим питания, мы сохраняем физнагрузки, и прекрасно удерживаем вес. Если же у нас был и диабет, и избыточный вес, то при нормализации веса препараты по лечению ожирения мы убрали, сахароснижающие препараты для поддержания нормального сахара крови мы оставляем. То есть, друзья, у кого есть избыточный вес, и кто шел на препаратах, которые на сегодняшний день пропали в наших аптеках, обращайтесь к лечащему врачу, сдавайте анализы, и подбирайте терапию, ту, которая есть на сегодняшний день. Потому что даже из имеющихся препаратов мы можем подобрать прекрасные комбинации и эффективно снижать вес. Будьте здоровы!